В свои 86 лет Зоя Башарина по-прежнему ездит на экскурсии и посещает кружки. И в магазин пенсионерка обычно ходит сама. Но из-за угрозы коронавируса теперь необходимые продукты пожилой женщине приносят волонтёры. Они же вымыли в её квартире окна. Сейчас вот в связи с этим вирусом ты будешь на улицу выйти. Не ходишь. Волонтёры – это молодцы. Во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения посетителей стало значительно меньше. Приходят самые смелые. Участники образовательного проекта «Университет третьего возраста заболеть коронавирусом не боятся». Как думаете, справимся с коронавирусом? Конечно. Да вы что, конечно справимся. Мы подкованы, потому что у нас есть медицинский факультет. И мы очень много получили медицинских знаний. Поэтому мы не то что какие-то пташки такие, которые, как говорится, лапки вниз. Нет. Среди посетителей центра распространяют специальную памятку, как обезопасить себя от инфекции. В ней указан номер единого социального телефона, по которому можно бесплатно получить любую информацию по коронавирусу. Волонтёры готовы лично помочь одиноким людям, которые живут в городе. В базе центра их более 500. «Есть часть людей, которые обслуживаются, пожилых людей и инвалидов, которые обслуживаются социальными работниками. Но это далеко не полная численность. Мы знаем тех людей, которые проживают одни дома. Поэтому сейчас мы смотрим, отрабатываем эти списки людей. И с тем, чтобы взаимодействовать потом и сотрудничать с нашими волонтёрами, с молодёжью». Людмиле Дяблова сидеть в заперти тоже нелегко. Она почётный волонтёр и обычно сама помогает людям. Добровольцы принесли жительнице Владимира продукты и антибактериальные средства. Людмила Ивановна довольна тем, что власти региона подумали о поддержке пожилых людей. «Вы выезжаете, волонтёры помогают, то есть стараются. А тем более, когда мы уже в таком возрасте сейчас, для нас эта помощь просто неоценима». Чтобы важную информацию могли своевременно получить максимальное количество жителей области, во Владимире создан волонтёрский региональный штаб. В нём обучают добровольцев. «В плане обучения волонтёров, соответственно, с ними будут проведены определённые занятия специалистами по защите, хотя бы по средствам индивидуальной защиты. Как что нужно протирать руки, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты». На базе волонтёрского регионального штаба открыта горячая линия. Пожилые люди могут обращаться с любым вопросом. Ни один звонок не останется без внимания. Ирина Начарова, Павел Новиков, Олег Маньков, Губерния, 33.